Продолжение следует... Они всегда будут несчастны. Это не какая-то конкретная определенная страна. Это такая виртуальная страна, но которую люди считают реальностью. Эта страна называется страна страданий и несбывшихся надежд. И вот в этой стране люди сами себя обрекают на несчастье. Сами себе вставляют палки в колеса. Сами создают негатив. И естественно страдают. Очень важно понять, что в реальности все мы, я, вы, где бы вы ни находились, на каком континенте, в каком городе. Все мы живем в одной стране, которая называется страна исполнения желаний. Даже возьмем это шире. Наша матушка земля это планета исполнения желаний. Где бы вы ни находились. Вот здесь все желания исполняются. И вы в этом сами можете убедиться. Вот посмотрите вокруг. Вот все, что вы видите. Все, что создано этой цивилизацией, это воплощенное желание. Вот даже этот телефон, из которого вы смотрите видео или компьютер, Это тоже чье-то воплощенное желание. Сначала это была мысль, идея. Потом намерение. Потом проект. Отдано в производстве. И вот оно все воплотилось в реальность. Все желания воплощаются в реальность. Но почему это происходит не у всех людей? Вот смотрите. Есть одно простое правило, которое люди, Ну, многие не соблюдают. Многие даже не знают о нем. Вот проанализируйте. Сколько в день вы производите разных желаний. Их может быть тысячи разных абсолютно. И можете думать об одном, о другом. Какие-то планы, идеи свои продумывать. И многие желания, они просто противоречат друг другу. Либо тянут в сторону, либо вообще назад. Например, вы хотите чего-то там, ну, скажем, осуществить. Начинаете это сначала в голове анализировать. И тут же вы даете себе сами вердикт. Это бесполезно. Не получится. Вселенная это воспринимает как желание. То есть одно желание гасит другое. И вот таким образом происходит что? Как в басне «Лебедь, рак и щука». То есть воз стоит на месте. Вот запомните. Желание – это зерно. Вот как вы зерно садите в землю. Вот, к примеру, садите на грядку лук или морковь. Что вы дальше делаете? Вы поливаете почву, удаляете сорняки. То есть создаете благоприятную среду. И тогда это растение растет. То есть делается все так, как нужно. И с желаниями точно так же. Вот если у вас есть какое-то желание, это то же самое зерно. Нужно удалять сорняки. А сорняки – это что? Это страхи, сомнения, тревоги. Это какие-то противоречивые желания ваши. То есть те, которые тянут в сторону или назад. Все это нужно удалять. А основное ваше желание нужно укреплять. И вот тогда оно будет расти и воплощаться в реальность. И вы это можете наблюдать на примере успешных людей, которых сейчас много. Они добились всего, чего только хотели. Ну, может быть, не всего, но очень многого. И вот если вы будете примерно таким же методом поступать, то у вас будет то же самое. И вот в первую очередь вам нужно переехать вот с этой планеты, с этой страны на эту планету, на нашу планету, которая в реальности называется планета исполнения желаний. Вот то, о чем я вам говорил в начале. И тогда у вас все будет хорошо и замечательно. И еще, друзья, вот что делать, если вас сглазили, бывает такое. Как это убрать? Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.